Алина Маратовна, на протяжении всего воскресенья вы наблюдали за соревнованиями на вторых играх стран СНГ. Что скажете о выступлении гимнасток? Понравилось ли все? Конечно, очень понравилось, если даже посмотреть на зал, как зрители принимали на высоком уровне, и спортсмены выступали здорово. Я говорю, что это просто как чемпионат мира. Поэтому я очень рада за белорусскую сборную. Девочки выступили достойно, Ирина Юрьевна их подготовила отлично. И мы всегда смотрим и равняемся, потому что очень-очень интересные упражнения. И большое спасибо за гостеприимство, как они болели за наших, за российскую сборную. Российская сборная болела за белорусскую сборную. Даст правильное развитие нашего любимого вида спорта – художественной гимнастики. Кажется, что сейчас противостояние Алины Горнасько и Лалы Крабаренко – это, наверное, настоящая изюминка для любого соревнования. Вы знаете, это здорово, что у нас есть такие спортсмены, как Лала Крабаренко, как Алина Горнасько. Потому что, когда есть личности в спорте, это всегда очень интересно. Они – личности. И поэтому, когда они соревнуются между собой, это всем очень нравится. И художественная гимнастика только выигрывает от этого. Как вам показалась организация вторых игр стран СНГ? Все ли здорово? Конечно, все очень понравилось. Я приехала как к себе домой, Ирина Юрьевна. Я очень люблю, уважаю и благодарю. Никогда не забуду, как в 1998 году она помогла мне в Португалии на чемпионате Европы, когда я выиграла чемпионат Европы. Но на самом деле должна была попасть только в 30-ку. И сделала последний вид, как сейчас помню, со скакалкой, сделала безупречно. И Ирина Александровна говорит, мы приехали без судей, нам медаль не светит. Я еще помню, говорю, Александр, так вы мне сказали вообще в 30-ку выйти, хоть какую медаль, я вообще даже не рассчитывала. И Ирина Юрьевна ставит мне оценку выше, чем на своей гимнастке. По спортивному принципу я выиграла. Я очень ей благодарна, что она это сделала. Спасибо ей большое, потому что она мне дала еще один шаг вперед для моих дальнейших побед. Спасибо вам большое за это интервью. Приезжайте к нам в гости. Спасибо большое. Очень красивый город, чистый, замечательный. Жалко, что мне очень мало времени, но обязательно приеду. С погодой очень повезло. И люди такие отзывчивые, добрые. Но я говорю, как себе домой. Спасибо вам большое за все.